С этого дня полицейские в Татарстане начали проверять всех, кто вышел на улицу, на законность нарушения режима самоизоляции. Рейды проходят по всей республике. Проверяют пешеходов, водителей, пассажиров такси и общественного транспорта. Но далеко не у всех есть справки с места работы, разрешающие выход из дома. О нарушении режима самоизоляции и наказании за это. Нариса Минязова. Нам выдали специально, чтобы мы могли приезжать на работу и уезжать с работы. Вы должны иметь соответствующую справку, утвержденных мне принистров. Работодатель не дал справку. Так звучал самый популярный ответ у тех, кто вышел на улицу без разрешения. Таких было немало. С этого дня полиция проверяет едва ли не всех, кто вышел из дома. У кого была справка, проверяли, настоящее ли. Работает, работает. Все, я вас понял, хорошо. Одним из первых нарушителей режима самоизоляции был этот молодой человек. Он вызвал такси, но при себе у него не было ни документа, ни СМС-пропуска, которые должны получать желающие выйти по неотложным делам. По нему разрешается передвигаться по городу в течение часа. Молодого человека доставили в отдел полиции. Туда же отправляли всех, у кого не было разрешения на выход из дома. Уже есть факты подделок справок от работодателей, в том числе и их продажи. А как сообщили в прокуратуре, за подделку документов предусмотрено свое наказание. За нарушение ограничений, а также использование поддельной справки, предусмотрена административная ответственность по статье 6.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Это нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Наказание – штраф или административное приостановление деятельности. Пока за нарушение режима самоизоляции в Татарстане оштрафован 61 человек. Семеро распространяли фейковую информацию. За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия предусмотрены немалые штрафы. Минимальная сумма – 15 тысяч рублей, максимальная – 40. В случае, если правонарушение повлечет причинение вреда здоровью человека или смерть, размер штрафа составит минимум от 150, а то и 300 тысяч рублей. При наличии состава преступления возможно уже уголовное наказание. Для злостных нарушителей предусмотрен срок лишения свободы от 3 до 5 лет. На вся меня зовут Аиля Абдулин, Вызов 112. Происшествия и аварии, трагедия, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на ютуб-канале ТНВ. Подписывайтесь! Продолжение следует... Продолжение следует...